Марина Уынова и Олег Булдарин, мои друзья из Тольятти, удивительно солнечные и светлые люди, удивительно соответствуют этому времени. Вообще, вы заметили такую интересную закономерность. Когда к нам приезжают наши замечательные гости из разных городов, у нас становится совершенно не бессербургская погода. Помните, когда приехала Наташа Дудкина, целую неделю в марте светило солнце, было плюс 10. То есть, поскольку Марина, ну скажем так, не часто приезжает в десертон, а если я не ошибаюсь, выступает впервые, да, Марина, я буквально два слова скажу о ее творчестве. Марина человек очень необычный и действительно очень светлый. Она пишет песни как на свои стихи, так и на стихи других авторов. При этом она очень хороший музыкант, очень интересный аранжировщик, у нее есть очень интересные аранжировки известных авторских песен, вы их сегодня, конечно, услышите. Кроме того, Марина Подвижник, она, значит, руководит студией молодежной, юношной студией авторской песни. И многие ее воспитанники поют, выступают на самых разных площадках. Еще о творчестве у Марины я хотел сказать вот, что вот свет, который есть у нее в душе, каким-то образом отражен в ее творчестве. Потому что даже, вот знаете, драматические какие-то моменты, которые есть в стихах, она умеет таким образом сгладить музыкальной тканью, что даже самый, казалось бы, трагический, драматический момент становится яркими и светлыми. Впрочем, это песнях вы услышите, и я думаю, потом у нас еще будет возможность вместе пообщаться и поговорить о магином творчестве. Итак, я приглашаю нас с нашими друзьями, если они уже здесь находятся, Марина Воина, Валик Бутайна, Ториетин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это был вечер. Мы тут немножко похулиганили. Простите нас. А мы, правда, не понимаете. Хорошие инструменты. Человек будет. Плохой, наш жалкий. Я сначала хотела в начале стихи прочитать, потом подумала, думаю, ну, потом. Вот так сложилось, что человек, который сейчас здесь стоял, Юрий Киркелевич, он в каком-то роде, знаете, как стрелочник в судьбе, во всяком случае в моей, получилось так. Спасибо интернету, если бы не интернет, наверное, ничего бы этого не было. Просто несколько лет назад я уже не помню, кто из нас кого нашел через стихи. И потом получилась песня, которую чуть попозже я спою, и вот теперь получился, что третий раз мы приезжаем в Питер, и на этот раз даже с выступлением. А начнем мы с песни, которая была, наверное, одной из первых. И, знаете, такая радость, я совсем не хочу поделиться, здесь сидят две мои ученицы. Мы сейчас прикинули, сколько лет назад мы виделись. Это просто какое-то улучшение, на самом деле. Вот. Ну, студия наша называлась... Я не помню, тогда она называлась или называлась «Причал». Да, «Причал». Вот. И первая песня тоже будет называться «Мой причал». Если в сердце от горькой обиды раскатится эхо, Если вместо «прости» кто-то снова, увы, промолчал, И родной человек, в одночасье собравшись, уехал, То спасает меня, мой единственный в мире причал. Мой причал, моя музыка, Моя надежда и спасение, Мое чудесное везение, Меня ты примешь и поймешь. Мой причал, моя музыка, Ты мне приносишь утешение, С тобой уходит грусть, забрение, Прольешься ты, как летний дождь, И опять я увижу, как небо рисует рассветы, Снова рядом со мною друзья и открыты пути. Мы, как узы, связаны музыкой, Ею согреты, Нам даровано счастье мелодию жизни найти. Мой причал, моя музыка, Моя надежда и спасение, Мое чудесное везение, Меня ты примешь и поймешь. Мой причал, моя музыка, Ты мне приносишь утешение, С тобой уходит грусть, забрение, Польешься ты, как летний дождь. Мой причал, моя музыка, Ты мне приносишь утешение, С тобой уходит грусть, забвение, Прольешься ты, как летний дождь.